Добрый день всем, всем моим друзьям, подписчикам, просто гостям моего канала. Добрый день. Добрый день и привет с Харькова. Сегодня у нашего города, в городе Харькове, день рождения. И он припал, конечно, на непростое время. Нашему городу 368 лет. И всегда мы отмечали очень хорошо, и это был самый любимый, наверное, праздник харьковчан. Все хотелось бы поздравить всех харьковчан, которые остались в Харькове в это непростое время. Тех, которые уехали в первый день войны. Те, которые держались, были под бомбежками, но все-таки тоже уехали. Потому что очень-очень непросто жить под бомбежками. Всем вам огромный привет. Привет тем, которые уже давно живут в других странах, в других городах. Но я уверена, в сердце, в душе мы всегда остаемся харьковчанами. Поэтому, мои дорогие харьковчане, с праздником вас. Были празднования возле мемориала, как всегда, да? Были возле солдата возложения. Потому что 23 августа или 23 серпня, это еще и день освобождения Харькова от военно-фашистских захватчиков. То есть 23 августа 43-го года Харьков был окончательно освобожден. И с огромными боями. Это была окраина Харькова, с которого начиналось освобождение. Очень много людей погибло. И поставили там памятник солдату-освободителю. И харьковчане любят этот памятник, помнят освободителя воина и помнят, что такое Великая Отечественная война. Сейчас у нас, я вам скажу, трэш еще тут. И очень обидно, что это наш сосед, не какая-то там Германия далекая, фашистская, а наш сосед, можно сказать, брат в кавычках, Россия. Вот я хочу вам немножечко рассказать, какая у нас ситуация. То есть сейчас немножечко обострилась, обострилась ситуация. У нас комендантский час начинался с 10 вечера и до 6 утра. Теперь он с 7 вечера. И с 24 числа, это у нас тоже праздник в Украине, незалежно Украина наша будет праздновать, будет комендантский час в нашем Харькове. Целые сутки, сутки и плюс еще ночь. То есть с 23 августа с 7 часов вечера и до 25 августа с 7 часов утра у нас комендантский час. Транспорт не работает, на улицу выходить нельзя. Можно только выйти, покормить, выгулять собачек. Смотрите, какая красота. Но Харьков, Харьков чистый, Харьков аккуратный, Харьков нас радует. Сейчас я хочу немножечко, не хочу затягивать наше видео, а немножечко расскажу вот сегодняшнюю ночь. У нас каждый день идут сирены в течение дня, постоянные. У нас идут бомбежки, мы только слышим взрывы. Мы не слышим где-то. Вот, и сейчас я хочу вам, вот я специально выписала сегодняшнюю ночь. Но я хочу еще сказать, что сегодняшняя ночь была у нас более и менее спокойная. Это спокойная ночь. Вечером 21.21. Воздушная тревога. Слышны взрывы, обстрелы. В 21.53 отбой. 23.45 взрывов в городе. Сирены не было, но взрывы были. Были слышны. В час 29. Воздушная тревога. В 2 часа 1 минута отбой. Обычно у нас всегда еще и в 4 часа обстрелы, взрывы. Сегодня я не слышала. 6 часов 32 минуты. Воздушная тревога, взрывы. В некоторых районах пропадает свет. В 7 часов 13. Отбой. В 7 часов 20 минут. Тревога. В 7.34 отбой. И вот так у нас идет каждый день. То есть буквально не успел отбой. И через несколько минут опять тревога. И опять взрывы. И опять стрельба. Горят дома. Погибают люди. Но Харьков выстоит. Харьков непобедим. Харьков не взять голыми руками. Даже не голыми не взять. Всех еще раз с праздником. Всем удачи. Мирной жизни. Скорейшей победы нам. Скорейшего нам мира. И. Допоследок. Такие вот цветочки. Я вам хочу подарить, мои дорогие. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok